Поедем У меня что, дверь открыла? Ну амигусы, блин? Может ты, блин, прикроешь? Спасибо, дружище Ну а мы, ребята, погнали дальше Он либо проснулся Видите, паркинг, ну тоже тут, дверь занят Сюда заехать Была бы проблема Вообще, это как-то все узко К морю туда ехать Там паркинг Но он не для больших машин Если вот для больших машин место есть Вот поражает Ставят они сюда машину Зачем ты сюда ставишь машину Если это место для больших машин Вам места достаточно, блин Где хотите, там и ставьте А нам маловато Ну ладно, ребята 4.30 я могу ехать Блин, а мне 4.30 показывают на место событий Ну, что это такое? Ёппер, СТ Ну, может быть, сейчас Он имеет в виду при такой скорости 4.30 Посмотрим, может перескочить 350 километров Это 4 часа с хвостиком, да Блин Впритык, короче Получится Ну, помимо, надеемся, что все в порядке Да, ребята? Как говорится, надежда умирает Последняя 4.30, сейчас пока 4.32 Начал ехать Ну да, это сами скоростью Я думаю, это последний туннель Я могу ошибаться, я дорогу-то не знаю Первый раз еду по этой Фигне Где-то, говорит, какой-то тоннель Может быть, это и есть эта сеть туннелей Где-то очень дорого стоит Я не помню Он план Какие-то туннели очень дорого стоят Ну, надеюсь, что не эти Здесь просто за телепетч Посмотрел последний раз 16 евро или 9 евро Была сумма написана Кстати, вот телепетч Когда заезжаете На некоторых пишутся цифры На некоторых, ну, электронные Типа, я так понимаю, оплата Потому что подъезжаешь, ноль стоит Потом, хоп, цифра выходит в евро Наверное, это сколько За машину снял Ну Еще один будет Сеть туннелей Ну, ладно, главное, что, блин 45-ка, грубо говоря, достояли Сейчас 30 минут я постоял Говорю Думаю, блин, отпаять Пойду спрошу Этого испанца А он зашторен, блин Пошел к румейну Хорошо он встал так В принципе, я думаю, что я мог бы тоже проехать Или захотеть Так и нафига рисковать О, блин, какая красота Да, ёпперцы-то с правой стороны Конечно, вам не видно, блин Но это реально красиво Залив Бухта Тут все курортная зона Я понимаю А он, чудак, не доехал Видите, да? Стоит Курус и поставил Но он же не врезался, правильно? Просто, наверное, б сорокопятку стоит Хотя у него этот самый висит Блин, жилет Не может же он стоять с утра С ночи, вернее Давно бы приехали бы за ним Я так думаю, не? Аккуратненько так же Вот это, наверное, последнее Нет? Мы будем уже на равнину Нам идти в сторону гены А, кстати, сколько я хотел Помните, на этом самом На границе отдохнуть На границе мне 8 километров Ну, там как-то странно Почему там паркинг не обозначен Наверное, там нету его Потому что у меня сейчас пишет 23 километра до ближайшего паркинга Ну, где-то-то я буду страну водить Правильно? Италию Давно мы уже в Италии не были Ой, как давно По-моему, я во втором На второй каденции В Хейстеркампе был в Италии Один раз Вот там как солнце было А здесь как-то, блин, пасмурно Или нет? Просто гора закрывает Да, тогда я был в Италии ДК Италия была такая линия Ланскрона, что ли, она называлась? Или нет? Нет, не ланского На ланскроне потом было Не, на второй каденции я был в Юске Я Юск возил на второй каденции Точно, я же Новый год праздновал Как раз Юск я возил Тоже нормально, кстати, было Мне нравилось на Юске Вообще там Загрузил в Дании Юск на базе Прицеп Либо взял там прицеп Единственное, там сама выгрузка была Да, там Точек пять выгрузок, например Было по Юскам Голландия, Бельгия И вперед И там площадка такая Надо было ее подключать Электрический кабель Ну нормально было Время было не обозначено Вообще Примерно было время Первой выгрузки в магазин И все И поехал Бывало, конечно, такие Трудные заезды достаточно Надо было там головой подумать Потому что коллега Пошел что-то через Макдональдс Я помню, как сейчас Я говорю А что ты с той стороны пошел? Да я фиг его знает Я говорю Я вставлю машину и пошел гулять Смотреть, где там подъехать И они открывали всегда в девять полдесятого Да, блин Еще один туннел Другой дороги-то здесь нету Блин, только через туннели А он пошел через Макдональдс Напрямую Начал там разворачиваться Снес Что-то там снес Долбы какие-то макдональдские Вызвали полицию А полиция приехала, блин Трубку ему дала, блин И все И даже не помогли выехать Вот так, блин Это было в Голландии, по-моему Даже выехать не помогли Он говорит Помогите мне выехать Он говорит Это не наша проблема И уехали Вот такая была ситуация Я помню Как-то вот так Ну на Юски Нормально там И Женя был Такой тоже Ну Познакомился Я там уже Отъездил, блин Два круга сделал Я там уже Как старичок числился Даже, блин Некоторые опытные водители Блин Хейстеркамп Звонили мне И спрашивали Что, как, куда Потому что я Уже все знал там Особенно поражало Когда машину принимают И не смотрят Там такой специальный кабель Должен быть Подключаешь его К розетке К розетке Ну там разъемы такие На прицепе разъем И Уходной разъем Надо было их подключать Вот когда Принимаешь машину Надо было Проверять Есть этот кабель или нет Не машина вернее А прицеп В каждом прицепе Должен быть этот кабель Хотя он лежал В бомболюке машины И бывало так Что водитель Блин Оставляет прицеп Уезжает с этим Кабелем Ну вообще Уезжают домой Оставляют его в машине Тогда человек принимает прицеп Едет в Голландию Кабели-то нету И вот у меня было так Что я вез из Дании Этот кабель На границу Германии И с Голландией Но как бы мне по дороге было Я шел Мне надо было заезжать Там в офис А Юзка На базу Брать На базу Там не офис Там база Юзка Вернее ДСВ база И я брал там Этот кабель Вез Вот Женьки Вез Это я уж не знаю Где меня послали На Юзке Кто ничего не говорит Нигде не написано Там реально Нигде не было написано Что надо проверять Наличие кабеля Там еще что-то Там Кабель И еще что-то Проверить Что-то там еще было Я уже так не помню Но там надо было Это проверять Обязательно И проверять Как работает лопата Иначе Ты просто не выгрузишь Там Редко где есть рампы И Вообще По-моему В одном только месте Была рампа У меня А так все на землю Из земли Забирал уже Погрузчик Мне ребята Вот смотрю 4.19 Въехать Мне 4.25 До точки Что-то мне так кажется Что Придется мне Еще одну паузу Делать Блин Ну посмотрим Сейчас Проедем Границу Италии Бывает Какая красота Ёбкарасы Ты Яхты Внизу стоят И это еще Холодно Пару яхт Пару яхт В море Погода хорошая За бортом За бортом уже 8 градусов Вот И я Вез так Два раза Вез Это нормально Было Ты подъезжаешь К рампе И пошел Хочешь в душ Там Ну в смысле На юзк базе Хочешь в душ Сходи Хочешь там Кофе попей Там Из комната Отдых Хочешь Сиди в машине Тебя загрузили Бумаги Бросили на груз В машине Единственное Надо было Тогда самому Заполнять ЦМРки Сколько там Грузов 5 Грузов Значит 5 ЦМРок 6 Значит 6 ЦМРок Это Да Это было Типа Геморрой А Печать есть Нормально У меня еще Кстати Хейстеркамп Печать Осталась Дома Да Наверное Нафигачил Эти ЦМРок И поехал По-моему Ну только Единственное Минус Был То Что Они Так Грузили Что Ты Потом С трудом Выгружал Было Один раз Что Я Один Или Два Полета Руками Перегружал Потому Что Невозможно Было Их Вытащить Они Стоят Поперек Машины Прицепы Даже Не Развернуть Никак Стоят Вдоль А Вдоль Его Надо Выкатить А Он Занимает Три Полетина Ну вот Мы уже Кстати В Италии Стоят Струка Страну Вести Ребят Будем Искать Место Поляк Найдет Место Где Небудь Рядом С ним И мы Найдем Местечко Для Обвода Страны Понимаю Что Это Ремонтируется Видите По Одному Туннеле Будет Пущена Машину Что Он Так Медленно Едет Перед Немного Нет Несколько Я Видел Начинающий Тут Какая Фирма Польская Здесь Можно Хестеркам Будет Встретить Или Ковыряется В Интернете Да Перед ним Никого Нет Че Он Так Ползет Ковыряется Ищет Паркинг Где Страну Вести Может Пытается На ходу Страну Вести Тогда Это Голый Номер Как Говорится Еще Один Уже Итальянский Лигурия Империя Вива Италия Да Красиво Красиво У меня есть там видео На канале Где я первый раз В Италии Заезжаю Ну блин Красотища Здесь вообще Красотища Там я по горам Фитячил Блин Вниз Блин На Верону А здесь Вон море Камера Не показывает Потому что У нас Права Не по курсу Как бы Ну да Перед ним Никого нету Что такое Медленное Дружище Ну ладно Как я говорю Всегда Не надо Критиковать Передыдущего Мало ли Что там У него Тут тем более Еще знак 50 стоит Вот он и едет 50 82 написано Я уже встречал Где-то этот прицеп Ну не Не знаю 182 Написано Фиг кого знает Не может же быть Что полгода Не мыли Правильно Я так думаю Или может быть Где-нибудь На паркингах Там На загрузках Пишут Пальцем Какой-то номер Определенный Который знают Только они Ну в смысле Грузчики Блин Какой ведут Прохожут Ебрыз Да еще один Да конечно Тут их Блин Целая гора Этих туннелей Еще вниз Идет по склону Разгоняется машина А он тормозит И хочет ехать Быстрее Еще пятьдесят За мной Одна фура Две фуры Туннель такой Как бы старый Да Такой Смотрите Он как бы Как бы Весь Не знаю Плесень Или что Это влага Сырость Тут уже восемь Десять Да Сторона сплошных Туннелей Не страна А сторона Что Франция Что Италия Начало Пипец Я был Опаздник Уже Блин На двадцать О нет На двадцать На четырнадцать минут Дольше ехать Чем я могу Полиция едет Уж смотрите Кто-то Чем занимается Чтобы не обгоняли Раз Два За мной Еще три Фуры Идут Мне понравилось В ютюбе Блин Вот Блин Люди Показывают По националке Вот такой Типа Турак Не дает Дорогу Так он едет Блин Шестьдесят Пять Как он Тебе может Я обгоняю Если ты хочешь Он же не может Ехать Больше Чем Шестьдесят Или другой Говорит Вот Видео Снимают Я тут Еду По националке Со скоростью Там Семьдесят Меня Снимают Ты же нарушаешь Дурик Ты же В Дермании Едешь Это тебе Не Голландию И Францию Сами Себя Позорят Выставляют Ну не на ютюбе Где-то В соцсетях Пожалейте Меня Передо мной Едет Машина Еле Ползет Ну что Там Уже На Женеву Показывают Дорогу 8 километров До паркинга Какой-то большой ремонт Просто Пипец Какой-то большой А ты куда там захотел Заехал Дурик В эту узкую Блин Фигню Он летелепас Вон мои Открылись Ворота Сан-Ремо Оооо Ребята Сан-Ремо Кто помнит Что такое Сан-Ремо Генуэ Сан-Ремо 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 Поедем дальше Найдем место Где открыть Сан-Ремо Там Сзади меня Нетерпеливый Едет Я уже вижу Он уже там Обогнал одного Перед воротами Чуть не уехал В эту В легковой Да Там До двух Метров Можно Заезжать Сейчас Пытался Меня уже Погнать Чтобы По левой Стороне Поехали Ну давай Догоняем Здесь уже Как-то Поспокойнее Ему Ехать Смотрю Да чего Парень Все придет Да мне Как-то Вот Немножко Легче Было Начинать После Троллейбуса И габариты И проходы Поворотов Вот реально А вот кто Не имел Опыта Вот такого Там Вот Как-то Трудновато Габарит Надеюсь Наразится У троллейбуса Нос еще Выведен Вперед Еще Хлещ Там надо было Заезжать На повороте Было На встречную В некоторых местах Ну троллейбуса Как обычно У него две дороги Да ребята Внизу И вверху Чтобы не оторваться А бывало Отрывались Ребята Хорошо Если дизель Есть А бывало На сухой Останавливались Такие Крестовины На которых Литеричества Нет Надо даже Толкать Либо Смекалку Проявлять Одну На одну Ставишь Линию Вторую На противоположную Главное Не перепутать Плюс И минус По-моему Был Левый минус Правый плюс Я уже забыл Даже Не По-моему Так и было Ну что Там 6 километров До паркинга Там и ведем Страну Очередной Виадук А потом Очередной Тоннель Да А здесь какой-то Туман Или дымка Внизу Парняки Или что это Теплицы Теплицы Наверное Много Много Что здесь Выращивают Помидоры Наверное Какая влага Идет Скорь Или наоборот Хотя Может быть Это и дым Или Что-то Пыль Какая-то Но Быстрее Силпы Что-то Здесь Из этих Туннеля Вырывается Пыль Наверное Стены Чистят От грибка От этого Но Все равно Интересно Так Смотрите Блин Какой большой Промежуток Туннелей Сплошный Один за Другим Один за Другим Мы еще Главное Страну Не вели Надо Не забыть Поедешь И поедешь Еще Не факт Что этот Паркинг Будет Открыт Еще Один Виадук И снова Туннель Туннель Офигеть Конечно По настроению А как раньше Тут ездили По этим Серпантинам Раньше Не так уж Давно Я думаю Лет Ну Двадцать Назад Максимум Потому Что такие Современные Недостаточно Виадуки Есть у меня Знакомые Ребята Которые Всю жизнь Дальнобои Во-первых Меня Старше Во-вторых Всю жизнь Дальнобои Работали Ну я их Знаю С детства Там На районе Выросли Да Они Расскали Как им Интересно Хотя Сейчас бы С ними Поболтал Тогда Было Как-то Неинтересно Слышать Их Рассказывать Сейчас бы Поболтал Просто Как они Там По картам Без телефона Без связи Блин Квигеть Ну это я имею в виду Вот эти Саб-трансавты Которые Ездили А у меня Знакомые Как раз Ездили Вот Эти самые За границу Вовка Павлов Иване Старшим Это Наверное Поет Меня Обгонять Пусть Попробует Обгоняет Где-то Че Ну да Небось Еще этому Поляку Попипикаем Не удивлюсь Фрутера Фрутика А Знакомая Компания Блин Еще и Венгер Завой Француз Паричок Уступим Дорогу Притормози Звук Переключения Скоростей Сука Еще Два Километра Такой же Самый Паркинг Как я Сейчас Заезжал Вниз Я думаю Так и Будет Ну Мне не Парковаться Там Мне просто Страну Везти Ой Ясно Все в глаз Вот Тысяча метров До Заправки Да Я думаю Надо будет Спускаться Вниз Там Все будут Спускаться Сейчас Мы увидим Либо Кто-то Уже Бил Страну Там Блин За пару Километров Прямо Закрыто Здесь Можно Было Вести 400 метров Да Вот туда Мы Пойдем Я думаю Поляк Тоже Туда Пойдет Как И Я Только Для Того Чтоб Везти Страну Ну Там Изо Много Еще И Тут Ребята Так же Сами Так Само Что Увидим Как Тобли Не Алло Получается Блин Заездик Там Главное Знак Стоит И Полиция Стоит Поедешь Там Блин И Дай Бог Еще Аштрафуют Офига Это Надо Правда Может И Там Так И Ловят Ну Вот Сейчас Ведем Еще Нет Точка Страна Начала Здесь Италия Нам Нужна Италия Все Поехали Хорошо Там Не поехал Там Точно Знак Какой-то Стоит Что Проезд Запрещен Сзади Меня Теперь Полячок Поедет Ой Как Тут Все Запущено Пятки Ой Смотрите Как Все Узко Достаточно Надо Смотреть И за Правой Стороной И за Левый Там Еще Стоит Какой-то Амиго Отдыхает Что На Паузе Болгарин Или Румын Румын Непонятно Где он Стал Девушка Девушка Румын Все Страну вели Ребята Теперь Едем Дальше Блин Красиво Все Блин И Никто Не Купается Никто Не Купается Холодно Наверное Да Северно-Средиземное Море Не такое Теплое Потому что Я помню Когда в Греции Мы бывали На стороне Средиземного Моря Прохладно Мы вообще На Крите Летали Там Достаточно Прохладненько Было Ну Блин Все равно Хорошо Так Хочется На Крит Реально Съездить Еще Я С большим Удовольствием Без Кота Он слетал Реально С большим Удовольствием А может Еще и слетаю Было бы очень здорово Еще может быть Слетаю Правильно Я имею в виду Может быть В этом году Слетаю Все может быть Надо лететь Из Белоруссии Или там На Грецию Не летают Самолеты Из этих Санкций Вот тоже Место Нормальное Взял Припарковался Вел страну И вперед Ни каких проблем Ну все Здесь можно уже ехать Восемьдесят Пять Можно Ну будем смотреть Ребята Три пятьдесят пять Хода Разрешенного И четыре семнадцать До точки Да Посмотрим Должно сейчас Уменьшаться Время Вот реально Минут пятнадцать Должно отыграть Ну если опять Конечно Не будет Какой-нибудь Ремонтной работы Такой обширный Так сколько Считайте 35 минут Я ехал До паркинга До этого Места Офигеть Можно Конечно Я бы не успел Паузу сделать Ну что Не хочется Мне камеру Включать Может быть Просто что-то Будет видно Красота Хоть какая-то С правого Горда Слева Тут гора И Крепостная И стена Типа От этих Осыпей Осыпов Осыпунов Не знаю Как это сказать По-русски Правильно Направо Сан-Ремо А нам На Женево Это наверное Сан-Ремо И будет Блин Сан-Ремо В принципе Это поселок Своего рода Так было написано Всегда Это поселок Побереже Снедеземного моря Насколько я вот помню Тут проходил фестиваль Сан-Ремо Вот Поворот на Сан-Ремо Где-то вот там Справа под нами Но нам туда нельзя Видите Да И тут такая дорога Что там Блин Действительно Не проедешь Не проползешь Но этот раз Я не буду ставить Видос с музыкой Хотя можно было бы Конечно Поставить Только музыку наложить правильно А то Ютуб Начинает Не блокировать Он лишает Там Жалобы Всякие Хотя Блин Интересно Когда Музыку вставлял Проверял Можно было А потом вдруг Сплыла Как пошла Какая-то монетизация Или что там Или нет Еще не было монетизации Пошла Блин Жалобы пошли Ну Ладно Это старые фильмы Всеночник Кто не просматривает Уже Один-два Просмотра Может быть Кому-то Это интересует Где-нибудь Попадет на меня Так вообще Особо-то Не просматривает Это сейчас Что-то Началось Там За 200 А так Раньше Помню Было 50 60 О Блин Это хорошо Уже для меня Был Просмотр Иногда Какие-нибудь Выстреливали Видео Потому что Видео Очень важный Заголовок А я особо Не парюсь Ребята Потому что Не развлекательный Канал И не Какой-нибудь Шоковая Терапия Открыть Глаза Кому-то Если еще Продумывать Название Продумывать Превьюшки Ну это Блин У меня Все просто Все просто И скромно Понятно Что Длинные Видео Ну что Поделать Такова Наша Жизнь Дорога Длинная Дорога Занимает Блин 8-9 Часов Попробуйте Вот Это все время Разговаривать Ну и хочется Показать моменты Что там Смотреть на меня В кабине Ну я вот думаю Может быть Если вы После следующей 45-ки Или 24-ки Я так Продумываю Что-то с камеры Поставить Немножко По другому Камеру Как просят Типа На Ухо Или сбоку Чтоб Вид был Ну не от первого Лица Может быть Второго Лица Ну вот Где-нибудь Есть у меня Идейка Какая-то Поставить Так же Само Можно На кепку Поставить На козырек Дырочку Сделать И винтиком Прифигачить И Также у меня Еще есть Камера 360 градусов Вот тоже Хочу Вот на руль Поставить Чтобы она На руле Стояла Наверху И Просто Крутить Ее Она там Пишет И звук И все Что хочешь Тоже там Какое-то Определение Определенное Определенное Количество Минут По-моему Ограничений Есть Ну С ним Долго Конечно Возиться Чтобы Как бы Редактировать Дополнительная Программа Ну Я знаю Как у меня Даже на канале Есть По-моему Я записывал Для себя И в общем Показе Как Редактировать И заливать В YouTube 360 градусов Точно не помню Может быть и нету Может быть просто У меня где-то в сохраненных Есть Надо будет тоже Тоже интересная Вещь Конечно Но Единственное Что 360 градусов Камеру Это надо Как объяснить вам На телевизор Ее не посмотришь Не посмотришь Но она будет В одном ракурсе Вначально Чтобы двигать Ее Нужен Либо Ну Компьютер Планшет Телефон Как-нибудь У меня Вон есть Даже На троллейбусе Где-то 360 градусов Там Если кто хочет Посмотреть По-моему Как-то там Пробная 360 Камера Градусов На троллейбусе Интересно Достаточно Или я там Просто Шел По парку Троллейбус Что-то такое есть Вот видите Я уже устал Говорить Что последний Туннель Каждый раз А их так много Этих последних Так и получится Что я в четырем Приеду Я-то думал Блин Ремонтов Нет Вот А Этот поляк Все равно Передо мной Едет Я что-то Думал Что он там Сбоку Остался Нет Он передо мной Пошел Все равно Польский парень Гуслик Янек Марек Я работал Помню В море С ребятами Из Польши Были там Славик Марек Янек Гуслика Не было Такие нормальные Ребята Ну моряки Нормальные Все ребята Реальные моряки Матросы Мотористы Механики Штурманы Ну этот уже не выдержал Пошел На опережение Давай Давай Перезжай Румын Румынский парень Рома Говорит Румыны Мы Говорит Потомки Римлян Если вы Потомки Римлян По большинству Из вас Можно было бы Писать портрет Но почему-то Как-то Блин Не вписывается Анатомия Блин Портретистика Хотя Не знаю С кого там Пишет Портрет Этих Цезарей Не с меня Точно Сколько Этих Туннелях Реально Будет Я уже Устал Считать Отдельное Видео Вот Это Все Видео Надо Будет Отдельное Видео Сделать Знаете Типа По Туннелям Италия Италия Франция По Туннелям Попробуем Все-таки Его тоже Обоградить Поляк Надо Все-таки Перед ним А то Как-то Он Слишком Меня Уже Задерживается Вроде Не молодой Нормальный Парень Дорогу Не дает Ну Типа Не предлагает Перестроиться Это Нехорошая Школа А Ну Вот Здесь Карманы Есть У Итальянца Видите Где Можно Встать И Что Надо Сделать Все Дела Сделать Со стороны Франции Этого Не было Только вот Значок Дженова Там Вот В ту сторону И Не доезжая Ее Надо Будет Повернуть По-моему На север Получается И 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 Кстати Да Мне какую Карту Он Прислал Там Нарисованы Значки Сплошные Ремонты 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 В 3 дня И И И И И И И машины давайте гугл если карта невеликовой машины считают ну так смешно скорость 100 километров в час но при какие же здесь 160 50 выскочишь кусочек пройдешь на нормальной скорости и все потом опять 60 и причем это не для только для нас а для всех машин не ограничение типа отдельно для 3090 как он бы 100 ехал фиг то вы знаете но флажки стоят формула сегодня кто-то по безопасности продумано о блин там какой еще ну ладно куда справа на виадуке блин да точно блин отдельно видео запущу вот это вот путешествие по туннелям виадуком середину видео вырежу и вставлю его отдельные видосы но нет не под музыку вот под мою речь так скажем что сколько нам ответить до самой женевы что ли больше не вы ты сама гена агена отчета где-то 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 у нас всплывала в каком-то романе не на марсель понятно всплывал в этом самом граф манте-кристо также по моему посоле всплывал алые паруса гена это просто исторически гена кто-то из гены был что-то гена какие-то как романы всплывал как знаменитое место просто там упоминалось именно именно так как вот я говорю блин вот там подножье блин офигеть красиво все тут будет еще один паркинг но не по нашу душу нам не нужен я говорю что сейчас типа нагоню время 3.41 а мне 4.03 это сколько 19 22 минуты ничего не нагнал даже на минуту по моему отстал я так думаю что ребята тоже торопятся когда они мне звонили они до туннеля не добрались еще и думаю тоже в туннелях они встряли ну я так думаю как по факту будет фиг узнать надо позвонить узнать сколько им километров а может они какой-то другой дорогой пошли да не вряд ли вот еще паркинг сёсовский видите блин нормально тут итальянцев стоять можно хотел в магазин пошел но не знаю как в другую сторону перейти наверно ездил где-то переход в другую сторону перейти левую руку подвернул чуть-чуть отлежал что-нибудь да только блин вот все настроение портит то что блин послевали меня блин левый бак я просто по карте вижу в одном я иду потом дальше еще один мне кажется мы так понемногу уже уходим наверх я посмотрю по обзору маршрута еще мы не доехали до места нет еще мы идем вдоль побережья еще наверно кто знает километров сколько сейчас скажу до примерного поворота наверх нам еще сто километров ну и мама не горю ну что это все туннели будут почти метро они такие знаете ну вот сейчас хороший такой пролет был а так они себя одинаковые знаете как будто один архитектор взял и одна фирма работала однотипные однотипные ну здесь 60 уже опять будем вместе с кем-то ехать со встречками ну вот еще паркинг целый у моря но только море блин надо опускаться блин и идти очень и очень не быстро блин поворотник ключи вот ты что забыл что надо поворотник включать отдыхаешь отдыхаешь next one до следующего туннеля а справа у нас на средиземное море да это площадка там или бассейн такой круглый не понял так большая бочка и никого нет даже ни одного суда не вижу одна яхта где все пассажирские суда торговые суда но никто в Италию не идет я был когда на судне работал в море хозяева были в Италии был город Масе по-моему Салермо вот Салермо 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 в нем я был и заметил тогда одну штуку такую офигенную впервые столкнулся с этим мы же привыкли вышел на дорогу и тебе любой таксист остановится в Италии такого не было мы поехали на такси куда-то в центр города не в центр там за городом торговый центр сходили в центр купили все что надо и давай теперь возвращаться выше на дорогу блин и все сейчас мы тут остановим любое такси и поедем ага нифига ни один таксист не остановился ни одна машина не остановилась пришлось возвращаться в торговый центр и там есть функция вызова такси когда приехал такси и мы сели и поехали вот так а эти ребята было блин ну где-то вроде 2000 года вот так вот так это было то есть так тебе блин как мы привыкли в эквадорах в риге да там в питере калининграде нет вызывает все официально да и тогда конкретно в Италии познакомился с этими делами европейскими со многими и вот эти дела блин ЛГБТ и то что блин туалет открытого вида прямо на улице сидишь пиво пьешь в баре встал пошел к стенке плача блин да для нас это как то было удивительно ну и впервой зато ночью мы там гуляли по городу смотрели на красоты я помню кажется я купил там музыкальный центр если я не ошибаюсь мне так очень кажется по-моему там я покупал так вот я не помню кому я себе покупал или не себе по-моему я себе и покупал там я помню еще вечером прошел в магазин купил его и принес домой да по-моему я там и покупал ну это было как давно 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 очень давно ребята было в прошлой жизни а кстати недавно созвонился с другом который тысячу лет не видел наш электромеханик Аскол Петерсон как мы говорили это не сон это мистер Петерсон так что оскортик если ты смотришь меня тебе привет огромный дружище как-нибудь увидимся встретимся не по телефону а по WhatsApp они продолжают что в море ходить он второй Янка а сколько это механик Янчик мелкий блин старпо другой Янчик моторист третий Янец Эдгаревич капитан ну вот а еще один Янец он там где-то там в какой-то фирме главнокомандующий ну проверяющий типа сервейер технически проверяет тоже Янка так что ребята если вы меня смотрите Янки яско огромный вам привет ну сомневаюсь что смотрят ну так на всякий случай ну что не ну блин еще там маленький туннель еще где-то там впереди я вижу по карте сейчас пока нету сейчас пока все окей так что пока мы закрываем это видео мне нужно позвонить кое-куда получить информацию вот видите еще один а может быть это последний там вообще я не вижу туннель там уже город проедем туннель и закроем эту часть видео я думаю что я выложу отдельным да по туннелям от Марселя в сторону Генуя или даже скажем от Ниццы в сторону Генуя нет там два туннеля подряд один и потом еще второй вот видите да у итальянцев вот сделаны же по-человечески но у итальянцев очень много таких карманов у французов их много на националках вот и я когда я шел по Италии я помню что ночью там стояли в карманах ребята ну на свой страх и риск вы блин как вспомнишь что у меня топливо слили так блин аж передергиваю задача такая один еще еще раз два три ладно блин тогда проезжаем или действительно хватит уже блин у меня от туннеля голова болит язык рот много рассказываю ладно позвоню узнаю кое-какие вещи а мы а мы едем дальше в сторону Генуя и налево на Милан чуть чуть не доедем до Генуя погнали дальше а и и и и и и